Девушки отдыхают Приветствую всех на очередном уроке географии Здравствуйте, профессор Иноземцев Сегодня, мои дорогие ученики, я хочу представить вашему вниманию Вот такую необычную карту Ой, какая она вся разноцветная Сколько географию учу, никогда таких пёстреньких карт не видел Здесь и жёлтый, и синий, и розовый, даже чёрный Наверное, вы, профессор, всю неделю с прошлого урока эту карту раскрашивали Получилось, как у настоящего художника Да, постарались на славу Надо вашу карту учителю рисования показать Вот точно, он оценит Он любит всякие фантазии Нет-нет, друзья мои, ничего я не раскрашивал и совсем не фантазировал Это самая настоящая географическая карта Только на ней обозначены не горы, возвышенности и равнины, а природные пояса Слушай, а природный пояс, это что такое, а? Ты думаешь, я помню? Коксик, а Коксик, а что такое природный пояс? Ну, это, ну, пояс такой, у природы Только для чего он, я как-то забыл Ты лучше у профессора спроси Природные пояса, друзья мои, это то же самое, что географические зоны А это вы уже должны знать Ах, зоны! Ну, так бы сразу и сказали Я знаю отличную географическую зону Она называется полярная Молодец, Веснушка, вспомнила И я помню полярных зон на Земле две Северная полярная зона и Южная полярная зона Их еще называют шапками Земли Верно И обозначаются эти шапки на карте белым цветом А-а-а, я наконец-то понял У каждой зоны свой цвет, поэтому карта такая разноцветная Сколько цветов, столько и зон Именно Ох, и много же этих зон на Земле Из каждой из них нам предстоит познакомиться Как мы уже познакомились с полярной зоной или полярным поясом Как вам будет угодно А мне угодно поскорее познакомиться со следующим поясом Хорошо Следующий пояс носит название «Тундра» И обозначается на карте географических поясов коричневым цветом Что-то я смотрю, невелик он этот пояс, узенький какой-то Он таким кажется на карте А на самом деле это бескрайние равнины, которые простираются от горизонта до горизонта Первое, что замечаешь в тундре, это отсутствие привычных нам деревьев Как? Вообще деревьев нет? Ну, если уж быть совсем точным, иногда попадаются ива и берёза Но они жмутся к земле, спасаясь от студённого ветра и не могут вытянуться в полный рост Карлики какие-то они, деревья Да-да, Коксик, их так и называют Карликовая берёза и карликовая ива Бедненький Как им, наверное, холодно в этой тундре Холодно, Шуня Сверху от пронизывающего ветра А снизу от вечной мерзлоты Вечной? Да Поверхность земли оттаивает здесь летом всего на несколько сантиметров А ниже она скована льдом Это и есть вечная мерзлота Из-за неё растения в тундре медленно растут И вообще они очень хрупкие Например, если проехать здесь на вездеходе Следы от его гусениц будут зарастать целых 20 лет Вот и нечего тут ездить Природу надо жалеть Её и так у нас мало осталось Здесь, Коксик, особенно и не поездишь В тундре кругом вода Она хлюпает под ногами Блестит в лужах, ручьях, озёрах Вода здесь почти не испаряется Стекать ей некуда Кругом плоская равнина А вниз воде не даёт просачиваться вечная мерзлота Ох уж эта вечная мерзлота Никому не даёт жить Как в этой тундре уныло И скажи, Шуня Весной и летом тундра удивительно красива Весной распускаются цветы Крупные яркие полярные маки И тундра становится красно-золотой Маки? А они разве не боятся мерзлотой? Не боятся Даже выдерживают заморозки, которые летом частенько здесь бывают А к осени на мелких кустарничках Морошки и голубики созревают вкусные ягоды Морошка? А что это за ягода такая? Никогда про неё не слышал И я не слышала По виду она похожа на малину Только ярко-оранжевого цвета А её вкус Немножко напоминает ананас Вот бы её попробовать Я бы тоже не отказалась И я Обязательно попробуйте Только для этого нужно отправиться в тундру В августе или сентябре А сейчас декабрь Значит уже поздно Друзья мои, вы ещё попадёте в тундру Ведь мы ещё не узнали, кто там обитает А разве там кто-то обитает? А как же? А кто, интересно? А вот об этом мы с вами узнаем в следующий раз Ну вот, вот так всегда Самое интересное откладывается, но потом Но это потом довольно скоро наступит Ровно через неделю Ну ладно Недельку потерпим, да? Да, потерпим Тогда до встречи через неделю Мои дорогие юные географы До новых путешествий Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»